Музыка Лоскутное – это творчество, это рисование, это создание чего-то нового из уже покрашенных кем-то тканей. То есть это даже круче, чем художественное искусство, потому что работаешь уже с нарисованными принтами, и уже из них создаешь что-то свое. То есть ты должен учесть задумку авторов, они тоже о чем-то думали, когда красили ткани, подумать о стиле, подумать о цвете. Здесь в работе колористика, стилистика, композиция, очень много задействовано разных областей искусства, и получается каждый раз у всех шедевр маленький. Аппетитно, очень сытно, эта форма все плечет. Музыка 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 Мы в основном одеты весьма серо в подлиндневной жизни, да? А когда одеваешь такую одежду, появляется радость, появляется другое чувство удовлетворения. И тогда ты совершенно по-другому настроен и совершенно по-другому относишься к жизни. А потом мы едем... Ну давайте накапливать вот так. Так, 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 так. Птичка идет, давай, и вот здесь мы все выстраиваем. Уже выстраиваемся, а мы... Давайте. У вас пальцы. Это вот сейчас 10-й фестиваль, на всех фестивалях я участвовала обязательно. Я считаю, что главное это общение же с подругами и зрителям, это всегда теплые отзывы. Вот когда именно лоскутная мода, это вот всегда радует, и зрители очень довольны. Это праздник для всех, и для нас в том числе. Музыка Люди съезжают со всей страны. У нас же вся страна. Мы по крупицам собрали эту душу. Фестиваль не зря называется «Душа Россия». Люди приехали из Якутии, из Южно-Сахалинска, Пермь, Тверь, ну не знаю, все города. У нас 680 городов, деревень и поселков, где живут наши участники. Это вся страна. Это реально душа России. Где, пожалуйста, где ты? Нет, вот именно как раз таких у меня и нет. Мне очень нравятся вот эти. Вот моя работа. Моя работа называется «Мой дом, моя крепость». Это традиционный блок, американский, канадский, очень традиционный для запада. Блок называется «Колодец». Вот. И внутри колодца я… Это мой дизайн. Наши бабушки шили лоскутные одеяла из кусочков, оставшиеся от одежды. И у них не было машин. Это можно было сшивать на руках. Это можно было простегать на руках. И во всех странах мира все лоскутные первые одеяла шились просто на руках из кусочков, которые можно было найти от чего угодно. Все продала. Они 700 рублей. У меня дырочки на пальце, видите, вот. Сисите чуть-чуть. Все. Сисите чуть-чуть. Это вата. Если вы не просто так делаете, берите чудесно. Нет, просто по-разному можно делать. Родные мастера России. Чемоданчики. Тут и мои работают, ремиканты вообще под старином сделаны. Это музей. Это вот здесь у меня кличка. В данном случае вот эта кукла на выхвалку. Ее девчонки садили на руку и ходили на вечерки, хвастались своим рукоделием. Парни присматривали, какая девочка мастерица, и к той сватались. То есть вот такая традиционная кукла. Создается для того, чтобы мы своих детей учили вот этим народным традициям, да, сохраняли эти традиции. Ну и чисто тактильно, она очень приятная. Идея чехла, она, видимо, не конечная, потому что теперь уже там даже были вопросы, можно ли на самолет, ну на маленький. Вот, так что всем нравится. Вот такая интересная фестивальная у нас композиция. Я не думала, что есть только поклонников лоскутного шитья, и что у них есть свое комьюнити, и что они собираются. И фестиваль тут очень здорово, очень необычно. Фестиваль тут очень здорово, очень здорово, очень здорово. Спасибо.